Привет, я Андрей Сазыкин. Это практические занятия по курсу базы данных и SQL. Мы продолжаем решать задачки с сайта LeadCode и сегодня рассмотрим задачу поиска классов, ну или дисциплин, на которых учатся более чем 5 студентов. Здесь нам понадобятся группировки, группа, бай и фильтрация группировок с помощью ключевого слова «heaven». Ссылка на задачу есть в описании в видео. Давайте рассмотрим, какие у нас есть данные. У нас есть всего лишь одна таблица, в ней два столбца. Студент варчар – строка и класс варчар – тоже строка. Ну, класс – это название дисциплины. И задача заключается в том, что нужно найти такие классы или дисциплины, или курсы, на которых обучается как минимум 5 студентов. Результаты можно выводить в любом порядке. Давайте рассмотрим пример, который нам привели. Вот таблица с курсами. Студент, ну, сокращенное имя студента. Студент A учится на математике, math. Студент B учится на английском, english. Студент C снова на курсе математики. Студент D на курсе биологии. Студент I на курсе математики. Студент F на курсе компьютеров. Компьютер. И еще 3 студента учатся на курсе математики. Какие выходные данные мы должны выдать для такой таблицы? Всего лишь одна строка с названием дисциплины математика. Почему так? Есть описание. Explanation. На курсе математика 6 студентов, поэтому мы включаем этот курс. На курсе английского 1 студент. Вот он. Поэтому мы не включаем курс. На курсе биологии тоже один студент. И на курсе компьютеров то один студент. Эти курсы не включаются. Давайте будем писать запрос. Можно получить код для создания вот этой демонстрационной таблицы. Для этого нажимаем на ссылку SQL схема. Схема SQL. Вот эти команды SQL нужно выполнить для того, чтобы создать такую таблицу. Давайте их скопируем. Вставим в редактор. Ну и для Postgres мы будем запускать это в Postgres. Нужно добавить точку запятой в каждой строке. Сохраняем. И давайте создадим локальную копию этой таблицы. Для этого запустим скрипт. Команда слэш и путь к нашему скрипту. Скрипт выполнен успешно. Таблица создана. Для таблицы выполнена команда Trunkate. Данные удалены. И вставлены строки. Давайте посмотрим, что сейчас содержится в таблице. Select звездочка. From Courses. Выбрать все из таблицы курсов. Вот наша таблица. Она выглядит точно так же, как и демонстрационная таблица в описании задания. Давайте напишем запрос в нашей базе данных на нашей локальной копии таблицы. Запрос будем писать по шагам. Давайте сначала сделаем группировку студентов по курсам и посчитаем, сколько всего студентов ходит на каждый курс. Но это сделать достаточно просто. Пишем Select. Название курса. Столбец класс. И чтобы узнать количество студентов, которые ходят на этот курс, вызываем функцию Count для столбца Student. Давайте напишем запрос в несколько строк. Все это нам нужно выбрать из таблицы курсов. И данные нужно сгруппировать по столбцу «Класс». Название дисциплин. Вот результат. Мы посчитали, сколько студентов учится на каждом курсе. На курсе математики 6 студентов. На английском, компьютер и биология по одному студенту. Теперь нам нужно отфильтровать те курсы, на которых учится как минимум 5 студентов. Давайте еще раз посмотрим условия. At least 5 students. То есть 5 или более. Ну, типичная ошибка, которую часто допускают. Использование ключевого слова «Ware» для фильтрации. Давайте восстановим наш запрос. Извлекаем название класса «Количество студентов» из таблицы «Courses». Все это сгруппировано по классам. И теперь давайте попробуем отфильтровать с помощью «Ware». Где количество студентов больше или равно 5. Запускаем и получаем ошибку. Ошибка синтексиса перед ключевым словом «Ware». Ну, надеюсь, вы помните из лекций, что «Ware» используется для фильтрации на основе столбцов. А если мы хотим использовать фильтрацию на основе результатов группировки, то «Ware» для этого не подходит. Нужно использовать другое ключевое слово – «Heaven». Давайте это сделаем и посмотрим, что у нас получится. Выбираем класс «Количество студентов» из таблицы «Курсов». Группируем по классам, по названиям курсов. И пишем ключевое слово «Heaven», после которого уже можно писать условия на результаты группировки. Количество студентов должно быть больше или равно 5. Результат – то, что нам нужно. Отобрали классы, в которых больше 5 студентов. Ну, как минимум 5 студентов. Для курса математики таких студентов 6. Давайте скопируем наш запрос и вставим его на платформу Лидкод. На Лидкод появилась возможность писать запросы в Postgres. Используется версия Postgres 16, последняя версия на текущий момент. Давайте вставим наш запрос. Удалим приглашение. И запустим. Результаты проверяются. Ответ неправильный. Можем посмотреть тест-кейс. Табличка, с которой мы работали, которая была в нашей локальной копии базы данных, Postgres. Что выдал наш запрос? Название класса МАФ и количество студентов. В задании же нам нужно вывести только название класса без количества студентов. Ну, количество студентов мы добавили для, собственно, отладочных целей понять, как работает наш запрос. Еще раз посмотрим, что ожидаемый вывод именно такой, как в тесте. Удаляем количество студентов. Запускаем. Результат на тестовом примере. Принят. Нажимаем Submit. Отправить на проверку. Проверка будет выполняться на разных тестах. И проверка выполнена успешно. Итак, в этом видео мы на примере рассмотрели, как выполнять фильтрацию результатов группировки. Нам нужно было найти название таких курсов, на которые ходит как минимум 5 студентов. Мы это сделали с помощью группировки по названию дисциплин, столбец класс. Фильтрацию выполнили с помощью ключевого слова Having, после которого указаны условия фильтрации, которые содержат функцию Count, количество студентов. Ну, причем обратите внимание, что в Select мы количество студентов не выбираем, указываем только в условии Having. Ну и типичная ошибка, которую совершают использование ключевого слова Where вместо Having. Запомните, пожалуйста, что результаты группировки можно фильтровать только с помощью ключевого слова Having. На этом занятие закончено. Спасибо, что смотрели. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.